Этот дом уже наладан дышит. Именно так его характеризуют жильцы. Здание по улице Антона Буюклы давно признали аварийным. Собственников поставили в очередь на переселение. Если землетрясение, то было бы страшновато, потому что вариант, то что он рухнет, как карточный домик, процентов 80-90, это точно, рассыпется. Потому что строение, вообще говорю, с потолков трещины идут. Ну, опасно. Страшно практически каждому жильцу, но нашлись и граждане с другой точки зрения. Для некоторых район оказался важнее безопасности. Два собственника, которые яростно против переезда в другой микрорайон, всеми силами держатся за местоположение. Уезжать они не хотят, тем самым заставляя соседей жить в полном неведении и неопределенности. Состояние дома действительно оставляет желать лучшего. Но даже при всем этом пара местных жителей уезжать отсюда не хотят. Даже повесили на здание вот такую табличку, которая гласит о том, что это жилой дом, памятник послевоенной архитектуры. И представляет историческую ценность для Южно-Сахалинска. Но даже эта информация не спасет его от переселения и сноса. Из-за этих перипетий собственники могут просто упустить возможность жить в хорошем доме. Пока соседи спорят, очередь перейдет к другим переселенцам. Может сложиться такая ситуация, когда зайдя в судебный порядок для признания решения межведомственной комиссии неправомерной, люди могут оказаться у разбитого корыта и не переселиться по планам жилищной политики в этот дом. Как бы ни хотелось, спасти разрушающиеся под прессом времени здание не получится. Недовольные жильцы и рады бы переехать, но только в дом построены строго на месте старого. В этой идее есть один большой минус. Вся эта территория в квадрате Маркса, Ленина, вокзальная Победы планируется к развитию как зона общественно-делового назначения. После сноса аварийных домов, новых жилых домов, в муниципалитетном строить не планируют. Сейчас сахалинцам предлагают дом на улице Поповича. Он пока на стадии строительства и к сроку переселения уже будет готов. Но недовольные считают, что, видимо, лучше жить с облупленной штукатуркой, но в центре. В любом случае, тот район, где находится ветхий дом, жилым больше не будет. Алиса Львова, Евгений Ахмадеев, телекомпания ОТВ.